Всем привет! Это пятое видео по проекту Почта. И, в общем-то, я продолжаю говорить о пользовательском вводе. Значит, мы помним, что у нас есть набор команд каких-то. И мы теперь, пожалуй, займемся разбором всех оставшихся команд. Ну, для начала разберем еще команду edit. Скажем так, я сделаю так. Так, напишу... Ух, это было случайно. Если токен квас-игнор-кейс-редит, то, ну, по сути, по сути, у нас точно такой же код. Мы уже видим, что нам идея говорит, ах, ты копируешь, копируешь, плохо. Да, соглашусь, это плохо. Но пока что так будет. Я создам метод edit. И теперь я точно так же, как со всем с exit... Ну, давайте, например... Ох, что-то я не то сделала. Else if... Я скопирую else if и ставлю. Я скопирую просто код, на самом деле, чтобы это было повострее. Мы все равно будем говорить о том, как справиться с вот этим разрастающимися коронами, потому что ничего хорошего в них, откровенно, нет. Это все я печатаю. И кто у нас еще? У нас есть еще send и list, правильно? Ну, и я, пожалуй, здесь напишу send и list. Так. Здесь я напишу send. То есть, скорее всего, когда вы будете программировать уже позже, вы не будете сразу... Сразу уже не будете писать это в таком виде, но мне интереснее показать вам, почему мы программируем не вот так вот напрямую, да? И в чем бонус наличия объектов. Кажется, у нас уже все есть команды. Давайте запустим программу. Напечатаем add. Add. Отлично. List. Edit 6. Remove 9. Send. Send. Что у нас еще? А, у нас еще help должен быть. Ну, давайте видим из программы. У нас есть еще help, он точно такой же, как лист. Мы его пока реализовать точно тоже не будем. Ну, и проверим, что он действительно считался, считывается. Все, отлично. У нас уже все есть. И у нас заодно есть заготовки методов, где мы можем что-то делать. Правда? Как мы можем что-то вообще делать, да? Тут у нас уже, на самом деле, пойдет много кода достаточно. Нам необходимо какую-то информацию считывать у пользователя дополнительную, да? То есть, например, например, сейчас я подумаю. Давайте сейчас уже попробуем подружить наш MessageBox с User Console Input Reader. Потому что MessageBox это как бы тот, кто умеет работать с... Ну, тот, кто предоставляет нам возможность работать с нашим, так сказать... С нашим хранилищем. Давайте. Давайте подумаем, как. Хотя у нас консоль Input Reader, и это, конечно, не очень хорошо. Хорошо, я пока добавлю сюда ссылку на MessageBox. Потому что иначе у нас нет возможности с ним работать, правда? Но нам же надо вызывать у него какие-то команды, у кого мы будем что-то удалять, да? И мы тогда передадим это как параметр конструктора. И вот тут вот есть у идеи замечательный assign параметры to field MessageBox. Отлично. Теперь мы можем использовать это для того, чтобы добавить что-то, например. Или удалить. Для начала мы давайте напишем removing L. После этого мы напишем MessageBox remove. Билетная, да? Делет L. Делет. WasNutFound. 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 Это в том случае, если у нас удалилось, да? А иначе. Что-то здесь не так, правильно. Нам нужно создать наш MessageBox и передать его как параметр конструктора. Давайте создадим с конструктором по умолчанию этот MessageBox и передадим его. Давайте напишем remove1. Message1 wasNutFound. Отлично. Но у нас ведь на самом деле ничего там и не было, да? Правда? И теперь давайте... Мы не будем все, опять же, методы сейчас реализовывать. Почему? Потому что потом все равно переписывать придется. Ну, переносить их. Потому что, естественно, user-console input reader не может содержать MessageBox, потому что его ответственность это просто считывание. Но вот у нас пока что так получается. Хорошо. Давайте теперь начнем добавлять. Что нам нужно? Нам нужно запросить у пользователя различные данные. Например, нам нужно запросить сендера, адрес, ресивера и категорию. List, Enter, Sender. И следующая линия, следующий введенный текст, это будет Sender. Потом South, please enter, ресивер. И теперь у нас будет... Напомню, что вот это магическое компирование, вот такое вот, да, это Ctrl-D. А еще есть магическое удаление, вот такое. Это Ctrl-X. И теперь мы напишем, please enter address. Стринг-адрес. Стринг-адрес. Ой, это я зря. Нам нужно напечатать сейчас... Enter. Что мы ввести должны категорию. И, пожалуй, мы сразу напишем пользователю, какие категории у нас доступны, да? Для этого мы воспользуемся таким методом values, который есть у Inama, и он перечисляет все доступные категории. И теперь мы говорим... Ну, мы считываем NextLine. И если... Давайте вот что даже сделаем. Сейчас мы воспользуемся Switch, конечно. Во-первых, мы удалим все пробелы и ненужные всякие непечатаемые символы. И сначала, и с конца. И теперь делаем Switch. Как-то вы думаете... Да, это он не считается, в общем-то, константой. Поэтому мы пока сделаем так. И у нас... Месседж. Так, здесь пока что у нас еще неизвестно, кто у нас. Класс Break, да? Кто у нас еще и спешил? Еще у нас есть... Третью. Отлично. Теперь... Теперь мы говорим... MessageBox Add. Категории. Потом Sender. Адрес. Receiver. Что нам говорят? Что категория может быть не инициализирована. Ну, давайте поставим здесь и фонд еще. То есть, если у нас какой-то неизвестный класс, то... Ну, хотя нет, знаете... Если у нас все-таки... Хотя, ладно. Давайте пока что так и делаем. Если у нас какой-то неизвестный класс, то мы говорим, что это regular. Так, иначе нам придется опять делать цикл. И, в общем-то, сейчас не очень хочется это делать. Давайте запустим. Запустим Add. Тендер. Тра-ля-ля. 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 И теперь давайте First Class. И что, собственно... А, да. Ну и, собственно, все. Собственно, мы не напечатали ничего пользователю. То есть, это к вопросу о том, что пользователю надо всегда говорить о том, какой результат его действий был. И у нас нет возможности прочитать весь список существующих писем. Поэтому мы ничего не можем увидеть. Ну, давайте мы попробуем считать весь список писем. И напечатать их. Попробуем напечатать. Ну, пока напечатаем просто с помощью ToString. Просто нам, ну, необходимо нам для отладки. Опять же, мы будем потом говорить о том, как печатать все это красиво. Запустим. И снова Add. Сендер. Ресивер. Адрес. И First Class. Теперь напишем List. Messages. Inbox. Ну, похоже вообще на правду, да? Давайте теперь напишем Remove. 0. И снова List. Ничего нет. То есть, видите, у нас на самом деле уже, несмотря на то, что все такое некрасивое, у нас уже что-то работает. Что, в общем-то, очень даже приятно. И теперь, давайте мы реализуем оставшиеся методы. Например, давайте реализуем метод Send. Да, все, что мы делаем, это MessageBox SendToMateOffice. Считываем. И давайте напишем пользователю. Ну, давайте вот так. Давайте опять добавим письмо. Ага. First Class. Список. А вот, кстати, видите, заметили, да, что First Class у нас неправильно распознается. Как вы думаете, почему? А я не знаю, почему. Надо посмотреть, потому что что-то у нас не так. А, наверное, потому что у нас вот сюда DF попал. First Class. Ну, ладно. Давайте добавим еще одно письмо. Теперь будем это делать аккуратненько. Да, в прошлый раз вот тут вот я написала что-то неправильно. Ну, меня задело, задел палец перевод строки, и поэтому First Class распознался неправильно. Все-таки First Class распознается правильно. Отлично. И давайте теперь напишем send. Нам написали, что эти сообщения были отправлены. И теперь слово list. И ничего нет. Отлично. Exit. Теперь давайте подумаем над edit. Над edit. Вот тут вот очень интересный момент, потому что... Я думаю, что следует воспользоваться такой вот стандартной довольно практикой. Сейчас я вам покажу ее, но я не уверена, что вы часто будете сталкиваться с ней. Тут вопрос в том, что мы сначала пишем следующее. То есть, напишем sender. И здесь мы пишем текущего. То есть, давайте сначала возьмем... Нужное нам сообщение. И если message равен null, не забываем, конечно, проверять такие вещи, потому что это означает, что мы ничего не нашли. Пишем message sl.pout. И на этом все. А иначе мы начнем редактировать. Это мы отправим сюда, наверх. Это я control shoot зажимаю и стрелочки вверх-вниз. Это для тех, кому интересно. Get sender. И дальше... Мы даже не нажимаем, пожалуй, println. Мы пишем print просто. Чтобы пользователь потом вводить начал в этой же строке. В чем дело? Дальше мы пишем. Дальше мы хотим считать... Next line is empty. То есть, если пользователь просто нажал перевод строки... Ой, 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 ой. То мы ничего не делаем. Во-первых, мы запомним, что он все-таки ввел пользователь. Если он ввел не пустую строку, то значит мы напишем message set sender line trim. Trim я, кстати, перенесу сюда тоже, да. Потому что нам не нужны какие-то непонятные переводы строк там. Ну, не переводы строк, а табуляции и прочее. И давайте сейчас проверим, что-то вообще заработало, да. Change sender if you want. Давайте добавим новое письмо. Так. Sender u. Receiver. Ну, здесь просто регула. У нас, значит, лист. Понятно, да? Edit 0. И что мне предлагают? Если я не хочу, то я могу не редактировать. Я нажимаю при вас строки. И теперь пишу лист. И ничего бы не поменялось, да. Тут единственное, конечно, стоит написать... Нет, ничего не будем писать. Мы будем делать приглашение командной строки лучше вначале. Каждый раз вначале будем делать приглашение командной строки. Так. Теперь давайте снова наберем edit 0. И напишем вот так. И мы видим, что у нас sender поменялся. Это довольно стандартный, на самом деле, механизм. И мы теперь можем все то же самое применить. Применить. ChangeReceiver. ChangeReceiver. Теперь мы... И, наверное, нам стоит выделить вот этот метод для разбора категории, да. Потому что мы сейчас должны снова прочитать категорию. Я не хочу снова этот сит писать, да. И я, собственно, выделю метод. Угу. Парс. И, собственно... Теперь я могу сейчас написать... Ой. ChangeCategorie. ChangeCategorie. Ну и разберем, собственно, что у нас в строке. Что за категория. Давайте запустим снова нашу программу. ChangeCategorie. 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 Так. Давайте edit0 сделаем. Это я не буду менять. Это я не буду менять. Это я не буду менять. И здесь я напишу first class. И теперь... О, видите, у нас поменялась категория. И последнее, что нам осталось сделать... Опять же, не стоит думать, что вот тот код, который мы сейчас написали, это вот конечный вариант. Нет, нет. Это очень грязный код. Так. И конечный, значит, вариант. Это у нас... Еще будет, наверное, видео через два или три. Но для консольного ввода. И здесь мы, пожалуй, в help напишем просто что-нибудь в духе... И я просто перечислю их. Add. Send. List. Edit. Ид. Remove. Help. Вроде все, да? Давайте еще проверим, что help у нас работает. Отлично, да? То есть теперь уже хоть немножко понятно, что происходит. Отлично. Вот. Собственно, пользовательский ввод у нас в каком-то виде заработал. Он, конечно, не очень красивый, а уж написан. Ну вот, вы можете уже сейчас оценить, да, насколько все стало сложно. Потому что, на самом деле, сейчас наш класс отвечает за целых две вещи. Во-первых, он, собственно, считывает все. Во-вторых, он еще все печатает, что нужно. Он еще печатает влог. И он еще, ну, отдает команды согласно тому, что вел пользователь. Да? И сразу уже видно, что вообще разобраться в этом достаточно тяжело. И это при том, что у нас всего несколько команд. Если их будет больше, а если мы будем расширять нашу программу, то их будет больше. То это будет совсем тяжело и страшно. Вот. На этом я вот это пятое занятие заканчиваю. И в шестом мы, наверное, поговорим как бы разнести вот все, что у нас здесь есть. Таким образом, чтобы выглядело это, ну, не так страшно и не так тяжело это было читать.